Всем привет! Вы смотрите подборку лучших рангнутых карт за февраль 2024 года. Надеюсь, она вам понравится. Приятного просмотра! И начну я эту подборку с карт, которые предложили бустеры. Да, кто не знал, у нас есть бусти, где подписчики имеют несколько бонусов. Например, я играю с ними в мульти раз в месяц, или они могут предлагать карты для подборок. И вот в этом месяце у нас получилось целых 4 карты от бустеров. Давайте же посмотрим на них. Первую карту, которую я хочу показать вам, предложил бустер с никнеймом Alternate. Мне очень нравится эта милая песенка. На сложности Insane, реплей с которой вы видите сейчас на экране, очень удобные и красивые джампы. У карты хорошая структура, и поэтому она играется логично и приятно. Всем советую попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Эту карту предложил бустер с никнеймом Зинги, и это его собственная карта. Она замапана под трек от Hoia Mix, и имеет несколько сложностей. Сам Зинги замапал Insaneic, довольно красивая и структурированная сложность. Но больше всего мне понравилась последняя дифа, а именно идея маппера сделать на ней слайдеры в форме цифр, которые отражают лирикс данного трека. Нередкая, но весьма интересная идея. Обязательно сыграйте эту карту, если вы любите песни группы Hoia Mix. Следующая карта у нас от бустера с ником Хабстер. Она замапана под довольно интересный трек с мужским вокалом. Он мне очень нравится, на удивление. На этой карте есть несколько сложностей, на последней из которых маппер хорошо и логично оперирует СВ слайдеров, поэтому играется она весьма приятно. Но мне не понравился довольно явный овермаппинг на этой сложности. В любом случае, думаю вы будете рады сыграть ее, если трек вам понравился. Ну и напоследок карта от бустера Данчел Кир, который решил продемонстрировать, как он играет джамповые формилки в ДТ-ХД. Что ж, давайте посмотрим на это. Тут о карте даже особо говорить нечего. Обычная джамповая формилка под трек от довольно известной рок-группы One Oak Rock. Ее многие любят. На этом у нас заканчиваются карты от бустеров и начинаются карты, которые подобрала я. И первой из них будет карта под очень ностальгичный для меня трек. Потому что когда я только начинала играть в Осу, я играла под него другую карту с одной единственной дифой. И замаппана она была хуже чем эта, но все равно очень нравилась мне. На этой же версии карты есть уже несколько сложностей, на последней из которых есть паттерны в одной шестой и одной третей. И некоторые из них с меняющимся спейсингом. В целом на этой карте много красивых и необычных паттернов, поэтому думаю вам стоит попробовать сыграть ее. Теперь я вам покажу карту под трек в исполнении Хацун и Мику. Это довольно длинная карта с множеством фингерконтрольных паттернов 180 БП. Так что любителям фингерконтроля и этого вокалоида она точно понравится. Следующая карта у нас под песенку с хэллоуинскими мотивами от T-Puzzleight, которого многие любят в Осу. Эта карта с джампами, длинными слайдерами и иногда берстиками 190 БП. Играется довольно интересно, очень советую попробовать. К тому же она еще и длинная, целых 4 минуты. Ваша консистенси точно скажет вам спасибо. А эта карта замапана под трек из битмании, где в конце вас благодарят за игру. Она представляет из себя стримовую карту 170 БПМ с несколькими сложностями. Так что кому нравится этот БПМ, будут рады сыграть эту карту. Ну и напоследок покажу вам карту, у которой нет ни одного инхеритет поинта. Это те самые, что отвечают за смену скоростей слайдеров. Да, на полном серьезе, тут нет ни одного такого. Даже на месте БПМной точки. И такое, оказывается, бывает. Я, честно говоря, очень удивлена. Учитывая, что трек, по моему скромному мнению, предполагает смену СВ слайдеров. Да и карта больше бы соответствовала ему и игралась бы гораздо интереснее с ними. Да. Попробуйте сами и напишите в комментариях, как она ощущается при игре. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на Бусти. Вступайте в Дискорд сервер. Ваша поддержка дает нам невероятную мотивацию. Любим вас. Бусть. 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 Ваще. Бусть. Бусть. Субтитры создавал DimaTorzok